Плохо мне без Луиски. А что насчет Егора? Скучаешь по нему? Что это? Пожарная тревога? Быстрее уходи всей школы! Там такое! Луиса, спасибо тебе. Ой, да ладно, хватит мне уже благодарить. Ну я же от души. Что грустишь? Что так? Мысли разные, воспоминания. На тебя это не похоже. Пойдем развеемся, порофлим над кем-нибудь. Не хочу. Надоела вся эта ржака. Хочу чего-нибудь серьезного. Да, что-то ты сам не свой в последнее время. Да, вообще что ты? Нормально все было. Ага, тебе скажи, ты сразу начнешь троллить. Да не буду я смеяться, честное слово. Да не будем мы тебя троллить. Ладно, пацаны. Только попробуйте кому-то растрепать. Короче, плохо мне без Луиски. Ничего себе. Да вы же так ругались. Я думал, вы уже просто ненавидите друг друга. Да я психовал просто. А психовал, потому что мне на нее не пофиг. А ей, наверное, пофиг. Если следует твоей логике, то ей тоже должно быть не пофиг. Она ведь так психовала в ответ. Вроде она всегда была агрессивной, честная. И мне это нравилось в ней. Когда она ко всем со злом, а ко мне с добротой. Прекрати. Сейчас слезу пущу. Такое мимими пошло. Да, а теперь больше нет никакого мимими. Будет. Мы поможем тебе вернуть Луиску. Ну, по крайней мере, я. Я тоже помогу. Правда? Спасибо, пацаны. Потому что в дело вступает супергерой Мистер Сводник. Че? Мистер Сводник? Ты серьезно? Мистер Сводник? Мне кажется, Никита как-то изменился после этой Америки своей. Выше сознался. Его все терпеть не могут. Согласна. И на Егора плохо влияет. Да там непонятно, кто на кого влияет. Они друг друга стоят. Так ты больше не хочешь быть с ним вместе? А ты для себя интересуешься? Да нет, просто спрашивай. Не думаю, что Маша положила глаз на Егора. Тебе же другой нравится, так? Это ты на Данила намекаешь? У нас с ним ничего нет. Да и есть что-то между вами. Не отрицай. Не надо меня ни с кем сватать. Я сама разберусь. Ага. Походу, у нас скоро будет новая парочка. Ревнуешь? Нет, не ревную. И Данил мне уже давно не нравится. А что насчет Егора? Скучаешь по нему? Так, я пошла куру поготовиться. Потом поговорим. Псс. Псс, Полина. Приди, пожалуйста. Чего тебе? Ты ходил к школьному психологу? Давно пора. Да не надо мне к психологу. Подойди, я расскажу. Не пойду я. Боюсь тебя. Опять шутку какой-нибудь задумал. Пожалуйста, подойди в столовку. Там тебя Влад ждет. Это касается Луизы и Егора. Ладно, иду. Короче, Полина, мы должны помочь Егору. Егор хочет вернуть Луизу? Да. Да, задача непростая. Луиза такая независимая. Если что-то решила, то все. Я смотрю, вы тут чаи распиваете. У Юльки уже истерика. Послала меня вас разыскивать. Маш, ты как раз вовремя. Садись. Пацаны, смотрите. Луизе нравятся неожиданные подарки и показуха. Показуха в смысле? Ну, публичные романтичные поступки. Ааа. Это когда ты что-то делаешь для нее, да так, чтобы все заметили. И поняли, как ты за ней бегаешь и заморачиваешься ради нее. Еще она любит мягкие игрушки. Прям обожает их. У нее дома вся комната ими завалена. И два шкафа для них выделено. Блин, я даже не знаю об этом. Это плохо. Урчи на будущее, когда вы сойдетесь. А мистер Сводник и его верный слуга... Сам ты слуга. Поможет вам сойтись. А в будущем, когда вы с ней сойдетесь, ты должен следить за тем, что ей нравится. Какие у нее вкусы и всякое разное. Да, значит, надо купить больше игрушек. Да, но это еще не все. Надо подарить ей, ну, как-то красиво. Может, открытку еще? Ну что, решили? А, ну, в общем, мы покупаем игрушки и открытку. Да, но еще важно, как ты будешь дарить эти подарки. Возьмешь и все вывалишь на стол. Не знаю. У нас с Машей план такой. Надо дождаться момента, когда в классе никого не будет. И тогда ты все игрушки положишь на стол. Точно. Зачем ждать момент, если можно его сделать самим? Я с Егором проведу маленькую спецоперацию. А вы не подыграете, хорошо? Да, только держи себя в руках, а то в последнее время ты какой-то неугомонный. Так, значит, сколько там игрушки стоит? Да уж, придется подкопить пару месяцев. Ага. За пару месяцев к ней кто-нибудь другой подкатит. Я могу добавить. И я тоже. Пацаны, спасибо большое. Да я думаю, все сбросятся понемногу. И Семен с Дианой, и Данил. Что нам жалко помочь хорошим ребятам? Да, раньше Луиза была добрее, веселее. Когда была с тобой. Тогда у нее даже честь свое сдохло. И ты не хулиганил. И Никита был добрым и спокойным. Да я и сейчас не злой. Просто у меня шутки немного глупые. Но я работаю над этим. Был он для меня словно икона. Так потом Сергей Есенин напишет свое тогдашнее отношение к Александру Блоку в разговоре с поэтом и журналистом Всеволодом Рождественским. Юлия Викторовна, а можно выйти? Да, Егор, конечно. В 1915 году, приехав из Москвы в Петроград, 19-летний Сергей Есенин сразу же с вокзала отправляется к дому по улице Офицерской, где в тот период проживал Александр Блок. Юлия Викторовна, можно выйти? Что случилось? Надо в туалет. Да что такое? Неужели в столовую просроченные продукты привезли? Можно, конечно, иди. Продолжим. Не застав знаменитого поэта дома, юный Сергей Александрович оставляет Блоку записку, текст которой сохранился. В ней он пишет. Александр Александрович, я хотел бы поговорить с вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может быть, где и встречали по журналу мою фамилию. Что это? Пожарная тревога? Быстрее уходи в сей школу! Там такое! Что случилось? Так, дети, помните, как я вас учила? Без паники. Побежали все быстрее! Это называется без паники? Так, все, аккуратно. Не толпи. Всяк, взяк. Здорово. Все, пошли, пошли. Луиска, прости меня. Я был очень неправ. Если бы я мог, я подарил бы тебе все игрушки мира. Но и сейчас могу подарить только эти. И еще, мое сердце в твоих руках, оно превращается в мягкую игрушку. Я дарю тебе его, потому что не могу не подарить. Ведь оно и так принадлежит тебе. Я же говорю, что он от этого текста расставит. Спасибо, Семен, но он мне текст могла составлять. Давай, подойди к ней. Сейчас самое время. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok